здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем тот свитерок который у нас был в обсуждениях и который я кстати нашла еще в магазине на интернете вот я его сейчас вам пролистаю покажу пока рассказываю вот что вязать мы будем в одном размере он не будет разбора на размеры потому что я считаю такую вещь полные женщины носить не будут а вот для худеньких для дойду кому для дочек кому для внучек я думаю худеньким молоденьким девочкам эта модель подойдет мне она от как вы я конечно ее уже я конечно такое носить уже не буду ну как как вариант мне очень нравится было бы я килограмм на 10 повыше я бы возможно бы его и носила даже в своем возрасте вот значит для работы 6 мотков пряжи возможно опять в конце видео скажу я еще не знаю пряжа по ссылке в описании кто хочет купить кто не хочет покупает ту которая не нравится вот я вижу из вот такой вот метра что 39 метров 50 граммов 278 100 граммах если пересчитать в расчет по 100 граммах вот можно ализе сложить два сложения вот спицы три с половиной миллиметра четыре с половиной миллиметра миллиметра четыре с половиной миллиметра и 8 миллиметра так тонкие у нас нужны для горловины и для манжета рукавов вот эти вот для манжета основной детали для резинки большие для основного вязания так для начала я набираю 80 петель и вяжу резинкой 1 на 1 здесь я даже показывать не буду я просто сейчас на вот эти вот спицы наберу 80 петель и провяжу резинкой 1 на 1 так вот мои 8 рядов я провязала резинкой вот этой вот спицами 4 с половиной миллиметра и теперь перехожу на спицы 8 миллиметров на основную вязку для этого у нас по центру идет коса из лицевой глади по бокам изнаночной глади коса у нас состоит из 36 петель а по бокам у нас по 22 петли включая кромочную значит 1 2 32 и теперь 36 лицевых 1 2 3 4 34 35 36 и теперь 22 изнаночные 21 и 22 далее продолжаем вязание на вот этих вот спицах 8 миллиметров по узору изнаночная гладь лицевая гладь так и так мои хорошие смотрите так провязала я 14 рядов вот таким вот чудом чудесные дети вот она центральная коса которая у нас будет сейчас образовываться косу мы вяжем таким вот образом сейчас я вам все быстренько покажу и делать мы ее будем через 13 рядов 14 провязали так значит косу я делаю из 36 петель но подозреваю что ее спокойно можно было сделать из 40 петель так что если хотите сделайте ее из 40 то есть добавьте к набору еще 4 петли ой значит пришла приблизилась я к лицевой глади 36 петель разделить на 4 то есть у нас есть четыре сектора косы одинаковые это 9 петель если вы выделите для косы 4 40 петель то это будет 10 значит снимаем нам дополнительную спицу 9 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 и теперь мы провязываем спицы со вспомогательной спицы со вспомогательной спицы и оставляем за работой такая вот тоненькая у меня спица ну чушь поделать нет у меня и вяжем далее следующую одну четвертую то есть в моем случае 9 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 вот половина косы у нас уже переброшено туда теперь мы провязываем спицы со вспомогательной спицы теперь мы провязываем спицы со вспомогательной спицы 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот половина косы у нас уже переброшено туда 9 и 9 еще осталось половина снова снимаем 9 петель 4 5 6 7 8 9 эти мы оставляем перед работой и провязываем следующие 9 петель 1 3 5 6 7 8 9 так все значит 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и возвращаемся к этим девять и возвращаемся к этим девяти и провязываем последние 9 петель со вспомогательной спицы 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 вот все вот она наша коса сейчас она туговато так вот она коса видите сейчас вы провяжет провяжем 14 рядов и будет все прекрасно видно то есть сейчас вяжем ровно опять же изнаночная гладь лицевая и изнаночная и через 13 рядов мы делаем точно такой же переброс так девчонки смотрим всего я сделала три раза вот эту косу как и на образце больше не делала все двигаемся по плану сейчас здесь мне нужно сделать вырез горловины я закрыл я закрою центральные десять петель и потом еще по пять петель по одной в каждом втором ряду ну знаем да классическая горловина 10 средних петель и по пять петель и чек вот так вот скосы и какой-то и несколько рядов руку на сейчас я провяжу и все вам озвучив всю скажу точно и так девчонки вот на риском нарисовала я схему такая элементарная простейшая схема и уже разутюжила видите довязала я вырез закрыла вот видите средние десять петель и по одной петле потом еще и здесь по четыре ряда еще довязала ровно вот такой вот вырез общее количество видим здесь петли сантиметры все указано так спинка уже разутюжена видите и ой вернее перед и спиночка вот спинка полностью идентична переду количество петель кори количество рядов но только вот изнаночная гладь у нас будет как лицевая так понятно теперь что касается рукава они у меня тоже уже связаны в оригинале они шире девчонки если хотите конечно же это на ваше усмотрение я его сделала этот свитер более таким так скажем носибельным да потому что тут рукав ну совсем уж широкий вот поэтому добавьте 10-20 петель и будет такой как спинка и будет такой как в оригинале ну то есть ширину вот как основной где там сделайте будет он такой большой это в том случае если хотите большой я же сделала вот такой вот 40 петель набрала провязала будет заправиться 10 рядов резинкой 1 на 1 вот она этими спитами три с половиной миллиметра и далее добавила 20 петель в король через две петли добавляла две петли добавляла после резинки по одной воздушной петли вот они здесь и далее перешла на основной узор точно так же как впереди коса 30 из 36 петли из 36 петель и по бокам от нее по 12 петель включая кромочную и провязала высоту вот смотрите тоже 3 как бы 3 переброса и 8 рядов до конца и все петли закрыла то есть прямоугольник и здесь прямоугольник вот и вся деталь теперь я сошью плечевые швы и на спице три с половиной миллиметра наберу о горловине петли потом вам скажу сколько так вот смотрите набрала я 66 петель сейчас первый ряд я провяжу изнаночные петлями а потом я буду вязать резинка 11 покажу вам так девчонки вот показываю я свою горловину провязала я вот видите первый ряд изнаночные мы потом 7 рядов резинка 11 вот и потом по узору закрыла лицевая изнаночная этот мастер-класс я и планировала такую скоростную потому что сложного здесь практически ничего нет это прямоугольники поэтому объяснять особо нечего хочу сказать немного свое мнение видите какой рукав у меня получился понятное дело в оригинале он он вот прям вот такой вот широкий так что это уже на ваше усмотрение на ваше предпочтение если какой вам нравится и сделайте такой какой вам нравится вот сильно спущенные сильно спущенное плечо вот он висящий такой в принципе все мы повторили что хочу сказать по поводу не так я вязала все-таки 5 мотков у меня ушло девчонки на этот свитер 250 грамм можно ее их заменить на акрил можно их заменить на какую-то легкую полушерсть выглядеть будет из каждых не так по другому поэтому что вы видите из того и вяжите вот еще если хотите его более объемный вот еще более объемный возьмите толще нитки и десятку спиц и и вот делайте вот по этим расчетам потому что там количество петель она не больше в оригинале там именно за счет плотности вязания достигается такой объем вот девчоночки все по сути я все сказала рассказала с вами была вика школа аркадилия всем пока пока